Не до конца понятна, конечно, цель и задача самого храмца, почему вдруг возник интерес именно к этому объекту. Никто информацию не дает, нам обращаться некуда, поэтому пользуемся тем, что когда-то приходит... Не дают информацию, да? Не дают. По 9-му дому, значит, на 90% технические условия выполнены, подстанция запущена. Если не дают сведения, то это тоже показатель того, что есть что скрывать. В последнее время в Уфе регулярно происходят события, связанные с проблемными стройками. На этот раз события связаны с Демским микрорайоном Серебряный ручей. Как известно, вокруг него много проблем, событий. Стройка действительно затянулась надолго. Мы за этим объектом наблюдаем, анализируем, пытаемся понять, что с ним происходит. И вот сегодня случилось выездное совещание, если это так можно назвать. Совещание это было инициировано вице-мэром города Уфе, господином Хромцом, который пожелал встретиться на площадке с представителями застройщика, подрядчиков, представителями дольщиков этого объекта и так далее. Ну, в общем-то, не до конца понятна, конечно, цель, задача самого Хромца, почему вдруг возник интерес именно к этому объекту. Но, тем не менее, сам факт такого мероприятия, в общем-то, ничего, кроме одобрения, вызывать, наверное, не может. По седьмой дом у них полностью закрыт вопрос, канализация закрыта. По девятому и десятому дому, но обследовать осталось вот эту часть. Потому что построено было еще в 2014-2015 году. После этих продвижек, это надо просто... Но то, что вот выполняли в этом году с этим замечанием... Да, в этом году, что выполняли с замечанием. Большой объем работ здесь был выполнен. Там, конечно, трудилось три человека, потому что в основном механизация. Ну, вот тут всю канализацию вот сделали, сейчас отсыпаем. Встреча вот эта, или, может быть, это было совещание, я не знаю до конца, как точно это называть, прошла на удивление конструктивно, в том смысле, что, если честно, я ожидал какого-то всплеска эмоций и всевозможных, значит, бурлений мнений. Но, в общем-то, несмотря на то, что было достаточно большое количество активистов со стороны дольщиков, удалось господину Хромцу выдержать это мероприятие в русле более или менее конструктивной беседы. Давайте кто-то один будет говорить. Или давайте, вы можете говорить. Почему? Вы можете разместить информацию на своем сайте? Удалось выяснить кое-что в части фактов и происходящего на стройплощадке. Удалось получить реальные ответы от ведомств, которые сейчас занимаются приемкой седьмого дома. По седьмому дому полностью все под станцию сдали. В этом году при участии госстроя администрации Демского района технические условия пересмотрели, для того, чтобы более удобно было сдавать дома. По этапу были все эти условия разделены, по вводу каждого дома. По седьмому дому все выполнено, подстанции выполнены, ВРУшки сданы, электричество в дом подано, когда госстроенный надзор ходил, свет везде горел, все работало. По девятому дому на 90% технические условия выполнены, подстанция запущена, в эксплуатацию введена, кабели введены в дом, ВРУшки тоже стоят. Единственное, если настоящий момент, для девятого дома необходимо проложить, это так получается не для электроснабжения, а для обеспечения категории электроснабжения. В случае, если будет на той подстанции авария, чтобы было дополнительное электроснабжение. Вот это из-за кольцовки сейчас, проектная документация находится на стадии согласования во всех службах, вся она уже практически прошла, и подрядчик планирует сейчас уже выйти и выполнить ее. Срок производства работы там 30 дней, вот, а ну, хотим до этих холодов всех успеть все сделать. Это для девятого дома. Хотя я вот вам скажу то, что у нас служба, она занимается не только строительством, но и оптимизацией строительства для того, чтобы было по возможности быстрее начать людям передавать квартиры. Мы уже посчитали, и в настоящий момент секции ГДЕ без закольцовки можно давать, нагрузка на подстанцию будет минимальная, потому что, а уже к секциям А, Б, В, Ж, И, уже, как бы, их уже сдавать с этой закольцовкой. На мой взгляд, стала достаточно понятна ситуация вокруг седьмого дома, в том смысле, что принимающие ведомства подтвердили полную готовность дома в части электроснабжения, полную готовность дома в части водоснабжения и канализации. Единственное, что не прозвучал вопрос, связанный с пожарной сигнализацией, вот этот вопрос я адресую непосредственно застройщику и генподрядчику объекта. Может быть, имеет смысл в ближайшее время развеять все предположения на этот счет. То есть, исходя из того, что мы услышали на этом совещании, мы понимаем, что седьмой дом неминуемо будет сдан в достаточно близкой перспективе. Я уже боюсь называть даты, наверное, никто сейчас точного дня не скажет, но процесс там идет. Гораздо важнее было понять, что происходит с девятым, десятым и прочими домами. В настоящий момент четкое указание от застройщика нам, как генеральному подрядчику и техническому заказчику, сделать все усилия, все сосредоточиться на девятом и седьмом доме. Седьмой дом сейчас на финальной стадии, уже все проверки прошли. Финальные замечания на одном листочке остались. Их устраняем, подписываем ЗОС и в администрацию за актом. Следующий шаг – ГДЕ. Я еще раз сказал, сделаны все практически инженерные моменты, учтены. Застеклим финальные вот эти балконы, доделываем ВПП, кровлю. Вот сейчас работы как раз идут по ней. И предъявляем также эти ГДЕ госстроенадзору за ЗОСом. Все, следующий шаг – АБВЖИ девятого дома. Вы когда планируете там отопление, водоснабжение, канализацию вообще проводить? В ГДЕ сделано. В ГДЕ не одни люди живут. Я еще раз говорю, в настоящий момент все сосредоточено на этих, чтобы первоначально передать. Сделать благоустройство общее на девятый дом и сдать. По девятому дому подрядная организация и сторона, принимающая Башкир Энерго, подтвердили, что электроснабжение дома, в общем-то, уже обеспечено. И согласно техническому заданию исполнено. По десятому дому, я так понимаю, не до конца. И, конечно, были многочисленные упреки по численности рабочих, многочисленные рассуждения, много ли их или мало. Постоянно там работает. Естественно, дольщики считали, что количество рабочих там недостаточно большое. Специально в администрации Тёмского района есть специальные люди, которые ходят и смотрят с 9 утра до 6 вечера, какое количество людей. И, правда, визуально, конечно, видно, что, ну, прямо скажем, назвать это интенсивным строительством нельзя. Но там же было отмечено, что основные силы сейчас, и, в общем-то, даже генподрядчик не скрывал этого, основные силы сейчас брошены на завершение строительства седьмого дома. И потом в перспективе будут переведены на девятый, десятый дом и далее. Самое главное, что случилось на этом совещании, на мой взгляд, это то, что господин Хромец затребовал фактически информацию у застройщика и генподрядчика Серебряного ручья о состоянии и перспективе тех домов, которые запланировано сдавать в ближайшее время, и тех домов, которые вообще должны быть сданы в целом по этому микрорайону. Чтобы решить этот вопрос, я предлагаю все-таки начать с тех графиков, которые они сейчас предоставят. Посмотрим, что у них на сегодняшний день имеется, и вместе с гостроем подойти к этому вопросу реально. Либо вы действительно заканчиваете, и это мы видим, либо мы видим по финансовой ситуации, что это невозможно сделать. Я думаю, что к концу недели будет сформирован этот список вопросов, которые мэрия адресует застройщику и генподрядчику, и те, в свою очередь, на эти вопросы ответят. А также господин Хромец, как мы видели, обещал обязательно опубликовать эти все ответы. Ну, в общем, честь ему и хвала в том смысле, что он занял достаточно конструктивную и понятную позицию. На фоне того, что, как я полагаю, он не до конца сейчас владеет информацией о том, что происходит на этом объекте. Ну, это может быть где-то и объяснимо. Хотя слегка противоречит той части интервью, которую он мне дал, где утверждал, что в городе существует некая интерактивная карта, на которой дана избыточная информация полностью обо всех объектах строительства в городе и так далее, и так далее. Вот тут я позволю себе, конечно, усомниться и паранизировать, то если уж эта карта существует, если она настолько удобна и информативна, то, собственно, какие вопросы могли быть у господина Хромца к застройщику и генподрядчику этого объекта. Тут, конечно, некое противоречие. И как всякий IT-продукт, сделанный в нашем городе, я сомневаюсь, что этот продукт, на самом деле, настолько универсален, полезен и информативен, как утверждает господин Хромец. Но оставим это, как говорится, на совести его восприятия действительности и его оценке вот того продукта, который город имеет. Ну, как вы отнеслись бы к тому, чтобы была некая система добровольной подачи информации городу о состоянии вот этих строительных объектов, ну, особенно тех, которые, скажем так, уже проблемные или вот-вот станут проблемными? Насколько бы это облегчило ситуацию в городе и понимание, как картины? Мы на сегодняшний день на сайте города разместили такой участок картинной интерактивной карты, где собирается информация максимум со всех ресурсов, в том числе даже сайтов, о том, как идет ход строительства. Если зайти на сайт и увидеть эту карту, по каждому объекту вы можете черпать ту информацию, которую человеку нужно. То ли дело он приобретает вновь жилье, то ли он уже приобрел и смотрит за ходом строительства. Мы все сделаем, вернее, делаем для того, чтобы все жители города и те нагородние, кто приобретает Уфе, были информированы по полной. Там и размещение, когда выдано разрешение, было ли вообще выдано разрешение, застройщик. И сама карта показывает, в каком состоянии находится дом. То есть, если там идут работы, то он определенного цвета, если не идут другого цвета, если не дают сведения, то это тоже показатель того, что есть что скрывать. В любом случае, после вот этого совещания, я думаю, что определенным образом будет налажен какой-то процесс взаимодействия дольщиков и застройщика Серебряного ручья. Процесс этот сейчас недостаточно интенсивен, на мой взгляд, о чем говорят сами дольщики. Кто информацию не дает? Нам обращаться некуда, поэтому пользуемся тем, что когда-то приходит... Не дают информацию, да? Не дают информацию. И пускай даже если посредником в этой ситуации выступит мэрия, ничего страшного в этом нет. Лишь бы, как говорится, была польза, лишь бы дома строились, либо лишь бы было понимание того, что происходит в данный конкретный момент на этом объекте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok